Начинаем серьезный разговор о внутренней кухне ЖКХ с генеральным директором УК «Актив Комфорт» Павлом Валентиновичем Еропкиным. Павел Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей управляющей компании. Управляющая компания «Актив Комфорт» существует на рынке уже давно. Это такая управляющая компания с определенным своим складом, именно корпоративным форматом, который у нас в организации разработан. Это открытый офис для наших посетителей. Мы расположены на Роза-Лексибург-86В в двухэтажном здании. То есть у нас присутствуют сразу же в одном месте все специалисты. А специалисты у нас, как и полагается, любой управляющей компанией, которая занимается управлением многокурожденной домами. Это состав полностью у коллективных специалистов и главный инженер, и заместитель директора по работе с населением, юристы, экономисты, инженеры по обслуживанию и содержанию жилого фонда, работники по взаимодействию с населением, собственник многоквартирных домов. Естественно, мы входим в большущий холдинг, в который входит 13 регионов. Мы являемся членами партнерства Национальный жилищный конгресс, который находится в городе Москве. Поэтому мы понимаем долю своей ответственности и понимаем, что любая управляющая компания, в первую очередь, она занимается именно не только просто содержанием обслуживания, она и должна быть социально ориентирована на то, что мы себя позиционируем как социально ориентированная компания. Понятно, что любое управление многоквартирными домами является, с одной стороны, как часть определенного бизнеса коммерческого, с другой стороны, понятно, что этот бизнес очень рискованный, потому что рисков очень много. Они связаны тем более с аварийными ситуациями, которые могут возникать на жилом фонде, с различными проблемами, связанными с ремонтами и так далее. Но, с другой стороны, нельзя отложить в сторону эту социальную ориентированность. То есть, мы понимаем, что основная часть жителей, которые живут в наших домах, это все-таки самая такая прослойка, средненькая населения нашего города Кирова, у которых и зарплаты не такие большие, и в основном пенсионеры проживают с низкими своими пенсиями. Поэтому приходится, конечно же, и на это тоже обращать особое внимание с этим учетом, понимаем, что каждый вопрос, который мы решаем, это в первую очередь не борьба с какими-то конкурентами. Мы даже на это не нацелены. Наша главная задача, наша главная борьба – это борьба за оказание услуг нашим клиентам, то есть качественно и должным образом. Наш девиз – мы должны быть прозрачны, открыты для нашего населения и доступны, и качественно оказывать услуги. Поэтому каждый сотрудник организации прекрасно понимает, что зарплату платят собственники. Я всегда в своей организации говорю, что если мы каким-то образом себя ведем неправильно по отношению к нашим собственникам, значит, ну, вам здесь не надо работать. Потому что это вот такая рыночная система, или, так сказать, такой маркетинг интересный, который является, будем говорить, ну, если сказать, что он, если весь мир пытается продать что-то, да, то есть старается не сначала произвести, а сначала предложить, продать, попытаться это сделать, да, там, телевизор, машины, там, даже хлеб, там, что-то либо, да, то здесь, получается, у нас маркетинговый парадокс. Мы приходим обслуживать дома, жители нам платят за содержание и обслуживание. Поэтому, конечно же, им хочется понять, а за что, как мы платим, что будет сделано. Поэтому вот в этом направлении мы работаем. Наш формат именно еще подразумевает и создание соседского центра, тот, который мы открыли впервые здесь, в городе Кирове. Это единственная организация, которая существует, где мы предоставили площадку для наших жителей для того, чтобы они, с целью того, чтобы они могли общаться, чтобы развивали добрососедство, добрососедские отношения между собой, потому что все-таки уже давно потерялось вот это советское, так сказать, наследие, которое было, когда соседи знали друг друга, общались, решали вопросы, жили дружно, какие-то там даже вопросы решали на уровне бытовом, у себя спокойненько могли сделать и замечания, и вынести предложения. Но это был конструктив, это было нормальное, доброе отношение. Поэтому эта площадка создана для того, чтобы люди сами общались. Мы на этой площадке являемся простыми модераторами, простым администрированием. Собственники сами задают себе темы, которые они хотят провести на этой площадке. То ли это экскурсии какие-либо они хотят, то ли они хотят понять какие-то вопросы, связанные с обслуживаемым содержанием еще дополнительно. Там всевозможные школы здоровья, школы ЖКХ, которые мы там проводим на этих площадках, но при непосредственном участии именно с собственниками. Вот как бы, если кратко рассказать, чем занимается актив комфорт и что у нас за организация, то есть вот как бы таким вот образом я бы ответил на этот вопрос. Павел Валентинович, а чем отличаются УК в нашем городе? Как правильно выбрать свою управляющую компанию? И самое главное, как выстраивать с ней отношения? Ну, здесь вопрос, конечно, очень такой многогранный по поводу выбора управляющих компаний и какие управляющие компании в городе Кирове. Понятно, что я два года здесь в городе Кирове живу, работаю, живу я здесь с семьей, полностью дети у меня ходят здесь в садик. Жена тоже работает здесь, в городе Кирове, переехали. Вот, понятно, что для меня бросилось в глаза для такого компактного, уютного, самобытного города, как город Киров, количество управляющих компаний на сегодняшний момент, это просто, ну, запредельное. И они вот рождаются, рождаются, их наплодится очень много. И каждая пытается возомнить себя там таким продвинутым партнером или конкурентом, которые готовы сейчас обеспечить идеальное состояние на многоквартирных домах, да. То есть, я бы сразу сказал, что для такого города за сто, там, тридцать с лишним управляющих компаний, ну, это очень много. Если мы говорим про Нижний Новый, про город Миллионник, то там восемь районов крупных, да, и в которых восемь основных управляющих компаний. То, что сохранил город, это управляемость. Это управляемость, управляемость, административная управляемость, возможность общаться на уровне любом, хоть правительство, хоть администрация, там, жилищная инспекция. В любой аварийной ситуации можно решить любые вопросы, созлав всего лишь там восемь руководителей или же руководители вообще целого там холдинга, да, то есть, чтобы можно с ним было порешать. Ну, есть и мелкие компании, которые существуют, но их всего там 190 на весь Нижний Новгород. Представляете, 140, там, 135 в Кирове, да, и 140 в Нижнем Новгороде. В каждой управляющей компании крупной там по два с лишним миллиона квадратных метров жилья. Естественно, там понимание того, как, что делается, и по содержанию, даже совместному содержанию территорий, которые смещены с муниципалитетом в части зимней уборки, и летней уборки. То есть, все ясно и понятно, как кто-то должен убирать, и нет такого, что тут вот убрано, здесь не убрано, здесь трактор проехал мимо, и так далее, и так далее. То есть, даже в этом плане идет полная консолидация силы и управления. Поэтому я бы сказал, что управляющие компании, которые появляются, понятно, что они, значит, которые здесь появляются, это опять же, директоров управляющих компаний, нет такого института управленцев жилищного коммунального хозяйства, пока еще в России, я, по крайней мере, не слышал. Поэтому все специалисты, они должны рождаться каким-то образом, исходить из определенного вида деятельности, имея определенное образование, хотя бы техническое, экономическое образование. В данном случае, я имею то и другое образование, и техническое, и экономическое образование, два высших. И прошел школу большую, заводскую, проработал на заводе, на Минске инструментальном, в городе Ворсмане, Нижегородской области, начинал там с механика, цех обыкновенного, дошел до главного инженера предприятия, там за 12, там с небольшим лет. Это большущая школа, и потом попал уже в сферу ЖКХ, когда меня пригласили уже в Нижненовгороде поработать. И работаю уже с 2006 года в этой сфере, именно занимаюсь управлением и жилищно-коммунальным хозяйством вообще. Поэтому я понимаю, что все выходцы, все те, кто становится сейчас здесь с управляющими компаниями, они, опять же, это люди, специалисты, или там люди, которых обучили жители. Это бывшие сотрудники управляющих компаний, крупных, таких как Ленинская управляющая компания, управляющая компания Октябрьского района, там УЖХ, Ленинского, Первомайского там районов, то есть это вот те, которых люди обучили, они им платили в свое время зарплату, а они были там, допустим, инженером ПТО, заместителем-директором, в основном это заместители-директоров, главный инженера, которые поняли, оперились, сказали, мол, ну все, я умею сам, все, сейчас я там выйду, все там организую. Чем мы отличаемся, например, от всех других, то есть вот в данном случае, когда мы разговариваем с жителями, чем хороши управляющие компании такого ранга, как Актив Комфорт и крупные организации, тем более, которые входят в большие холдинги. То, что мы можем работать на перспективу с собственниками, если собственники это понимают, если мы до них правильно донесли информацию, в части, например, того, что мы их можем легко прокредитовать, то есть не дожидаясь определенных денег, которые они накопят, да, по тарифу по своему, если они проголосовали, то не надо там сразу же разово там платить там по 3, по 4 тысячи, которые, конечно, напряжены. Мы можем эти 3 тысячи, 4 тысячи разнести на 6, 8, 11 месяцев без всяких процентов, без всего, а работу выполнить, это принято решение, мы работу выполним в следующем месяце. Пускай это будет 200, 300 тысяч, 400 тысяч. Мы готовы сразу же эти деньги, как говорится, вложить и произвести, выполнить работы. Ну, как бы вот, если уж говорить о том, как формируется, и поэтому людям нужно вращать на это внимание. Как она появилась, эта управляющая компания, кто стоит во главе этого, так сказать, направления, что они могут предложить. Понимаете, чудес не бывает. Тарифы у всех одни и те же. Виды работ, которые прописаны, которые обязаны делать, они одни и те же. Просто, понимаете, вот то, что, например, у Активкомфорта нам досталось, нам достался не самый лучший фонд. Это понятно, что он очень сильно изношенный. Очень много недоремонтов. Недоремонты такие, что приходится, ну, просто латать, вот прямо, чтобы только дом вошел в зиму, нормально функционировал, коммунальный ресурс, и так далее, и так далее. Уже не идет разговор о том, что там где-то что-то надо марафетить, сделать красоту, и там еще что-то либо. То есть, поэтому люди порой этого не замечают. Они не замечают, что у них с коммуникациями занимаемся, готовим дом к зиме, там, даем возможность, чтобы, по крайней мере, не было аварийных ситуаций именно на вот таких вот ресурсах, да. А такие мелкие, они стараются, ну, что, ну, давайте вот будет дворник каждый день мести, и уборщица там будет появляться каждую неделю, обязательно намоют, они их будут видеть, и все. Дальше ничего они делают, потому что других, других моментов нету, понимаете, все едино. Перечень работ установлен, 290 постановления, 491, 170 постановления, правительство, они все расписаны. Вы обязаны это производить, вы должны деньги на это потратить, и найти подрядчик, который должен этим заниматься. Однозначно, вы правильщик компании, это любая, то есть, поэтому тариф они так иначе тратят. Дальше, что они делают дальше? Вот о чем речь. Говорить о том, что вот там все будет хорошо, как только вы к нам придете, ну, это вот от лукавого, честно вам говорю. Понятно, что всем хочется прямо вот сразу же, сегодня и сейчас, чтобы было все красиво и чисто. Ну, понимаете, надо и уметь людям доносить, откуда это все берется, чье это бремя ответственности, за что мы платим, как мы будем в этом направлении работать, то есть, ну, вот как бы так, что касается управляющей компании. Наш проект недаром называется кухня ЖКХ, поэтому сейчас мы услышим рецепт, а именно рецепт экономного потребителя. Ну, смотрите, один из рецептов, вот часто говорят, а нужно ли, можно ли оставлять, там, значит, блок питания, телефона, там, зарядное устройство в розетке, вредно это, не вредно, как это вообще, экономно, неэкономно. сразу скажу, любой прибор, который включен в розетку, он так или иначе потребляет, пускай это не намотает много, не будет там проблем с большим потреблением, допустим, электроэнергии, но тем не менее, это будет потребление, это первое. Второе, так или иначе, любой прибор, который включен в розетку, и он не используется, он вырабатывает, потребляет эту электрическую энергию, и он сам себя изнашивает. В конечном итоге, он так или иначе, износится, выйдет из строя, а самое критичное в этом случае, что может в этом случае произойти, это когда произойдет, возможно, какое-то либо замыкание, короткое замыкание, где-то отвалится, там, фаза ноль, что-то потеряется, или там, кто-то что-то неправильно сделает на доме, да, то есть, вот этого короткого замыкания достаточно будет для того, чтобы он заискрил, воспламенился, и дал больших неприятностей уже в виде пожара, и так далее, и так далее. Кстати, это уже у нас было вот в прошлом году на Московской 17. Именно вот в квартире у бабушки одной, там, внучка ушла, оставили, оставили у нее там, значит, зарядное устройство, проводка внутри квартиры была уже, так сказать, та же дряхленькая, потому что это ее общее имущество, они должны были заботиться об ремонте этого, как говорится, внутри своего, всего, всей разводочки, но, тем не менее, значит, оставили там, зарядник он лежал не очень долго, и он лежал прямо, как говорится, рядом с кроватью, заряженный, вернее, был, да, и вот произошло замыкание, что-то она там включила еще дополнительно кухни, даже не заметила, как это все там воспламенилось, и он начал плавиться, загорелась кровать, и пошел пожар, практически выгорела вся квартира. Понимаете, слава богу, там дом, в доме все прошло нормально, не загорелся, он только протопили там нижний этаж, она на третьем этаже, кажется, была эта квартира. То есть, вот результат вот недавнего даже, поэтому рецепт такой, однозначно, выключаете, все, даже чайники электрические не надо оставлять в розетке, а мы же оставляем их, а их, в принципе, нужно тоже вынимать, чтобы он не нагорал, не работал. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза Люксембург, 86В, телефон 222-892. Павел Валентинович, все-таки дайте совет, как нам правильно выбрать свою управляющую компанию. Ну, еще вот мы говорили о том, что их очень много, управляющих компаний, что вот взаимодействие, управляемость по каким-то проблемам, чисто городским, общегородским, она, конечно, падает при таком количестве управляющих компаний. Нужно понимать их зон ответственности. Но самое-то главное еще я хотел бы сказать, чтобы тоже люди понимали, что за этими управляющими компаниями стоит, какие у них ресурсы, какие у них финансы, какие у них возможности. Мы об этом тоже говорили. И еще один момент, я просто бы обратил внимание, посмотрите, пожалуйста, сколько налогов вообще они платят, как они платят налоги. А это сейчас одна из основных, так сказать, частей, когда осматривают показатель, да, то есть, по эффективности того или иного бизнеса. По крайней мере, мы работаем как открытый, прозрачно, да, то есть мы платим все налоги, мы, значит, на такой, естественно, на системе налогобложения, с НДС, да, то есть мы платим и НДС, мы платим и все остальные налоги. Если говорить уже просто о 19-м годе, если подытожим, да, мы за 19-й год заплатили 16 с лишним миллионов рублей налогов. 16 миллионов налогов. Значит, из них даже по НДФЛ, это 5 с лишним миллионов. Если говорить 5, это уже конкретно, прямо в копилочку, вот, города, бюджета города Кирова, да, за 5 миллионов рублей, ну, это очень много можно сделать в городе. Конечно. Это можно, там, отремонтировать весь сквер, там, например, допустим, на Октябрьском проспекте, да, там, привести в порядок, или там еще что-то либо сделать. Это достойные деньги. А остальные-то как? Они-то чем занимаются? В основном, это, ну, прочная система налогобложения, да, какие там они зарплаты платят, каким образом они делают отчисления, и так далее, и так далее. На это тоже нужно обращать внимание, в первую очередь. Как бы вот тоже, один из показателей, который должен быть учитываться при способе выбора, при выборе управляющей компании. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова